Приветствую вас для начала, давайте я вам попробую указать на некоторые моменты, которые мне показались важными в вашем тексте, в вашем сообщении. Значит, во-первых, вот вы пишите, что мужчина, значит, проявлял вам знаки внимания, общались вы прекрасно, чуть больше, чем друзья. Даже влюбленности с его стороны не было, отношений как таковых, исходя из текста, тоже не было. Ну, у вас вот как получается. То есть просто было что-то вроде вот флирта, да? Сколько времени было, кстати, тоже вы не написали, сколько вы с ним общались, сколько времени вы взаимодействовали с ним. Вот. Значит, вы уезжаете в отпуск. Заметьте, при том, что мужчина общался с вами чуть больше, чем друг. То есть чуть больше. Это не как парень, не как, там, не знаю, жених и так далее. Просто чуть больше. Что происходит далее? Что происходит далее? Уехав, уехав в отпуск, вам рассказываю, что у него есть девочка. Ну, другая девочка. Вы почему-то верите. То есть я не знаю, кто вам рассказывает, конечно, но вы почему-то верите. Верите человеку, третьему, второннему, который что-то видел, который что-то где-то посмотрел, как-то что-то интерпретировал, да? И все. И вы поверили. Почему поверили? Зачем верили? Личные отношения, а не на то и личные отношения, что как бы в них участвуют только два человека. Других людей нет. Вот понимаете, а вы поверили. Ну и вот, соответственно, у меня вопрос к вам. Почему поверили? Далее вы пишите следующее. На грани срыва я удаляю его из друзей. Заметьте, на грани срыва. То есть для вас это было очень, ну, не знаю, как это правильно сказать, наверное, но для вас это было очень важно. Когда, когда успело быть для вас это важным, стать для вас важным, если вы, как я понял, ну, общались чуть больше, чем друзья, как вы сказали. Если чуть больше, чем друзья, как это могло для вас стать настолько важным, что вы почувствовали себя на грани срыва. То есть настолько эмоционально вы оказались в зависимости от него, от этого человека. Вот. Настолько вы оказались в зависимости от этого мужчины, да, что почувствовали себя на грани срыва. Как бы вопрос заключается тогда в том, из-за чего срыв-то? По какой причине срыв у вас произошел? Чего хотели? Что нужно было? Что мы ждали? Что прям срыв произошел? Подумайте. 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 Дальше. Значит, и прекращать с ним общение. Здесь тоже интересно. Интересно, вот в каком контексте. То есть, допустим, вы, допустим, а, допустим, вы, ну, действительно, там были правы. И у него действительно там появилась девушка была и так далее. Но почему вы, вернувшись из отпуска, с ним не проговорили этот момент еще раз? Что мешало это сделать? Понимаете? Какой, ну, какой момент важный происходит? Понимаете? Что помешало? Вот уже год почти прошел. Я очень скучаю. А можно ли что-то вернуть? Дружбу, например. Например. Если у него есть девочка. Скучаете вы? Почему скучаете? По кому скучаете? Вряд ли, у вас не было возможности к нему привязаться. У вас не было возможности как-то вот, ну, как-то реализовать себя как женщин, вот, не было возможности. То есть там речь не про скуку по мужчине, там речь не про любовь, там речь про потребности ваши, вот, вот про это речь. Ну, об этом можно вести речь, по крайней мере. И у меня к вам вопрос. Только один, реализируйте свою скуку, чтобы понять, что она из себя представляет. Что это такое? Ваша скука. Это что? Дальше. Можно ли что-то вернуть? Что именно? Чего вы хотите вернуть и зачем? Если дружбу, то зачем? Зачем вам дружба? Если что-то другое. Например, любовь, допустим, да, отношение. В тот же момент. Зачем вам это? Ну, именно вам. Ну, молодой человек как бы уже проявил себя. Да, молодой человек уже даст повод в нем сомневаться. То есть, ну, даже если там ничего не было, то все равно он как бы, ну, не нашел вас, да, не проявил как бы волю и ситуацию не исправил. Ну, как я это понял, по крайней мере. Вот. Так зачем? Зачем вам его возвращать? Нет, я как бы считаю, что дружба может быть, даже если есть любовь. Одна другому не мешает. Но момент здесь немножечко иной. На самом деле. Момент здесь другой. Зачем вам это нужно? И вот теперь вы говорите о том, что... Вы говорите о том, что... Вам интересно, сможете ли вы вернуть возлюбленного. Вам интересно, сможете ли вы вернуть возлюбленного? А зачем вы тогда расставались с ним? Если вам интересно, сможете ли вы вернуть возлюбленного? Зачем вы расставались с ним тогда? Если вы хотите его вернуть, то любите его и считаете, что... Можете сделать его счастливым. Как-то в это... В эту установку не очень... Не очень входит то, что вы были на грани срыва и... Прекратили с ним общение какое-либо. Без выяснения обстоятельств. Того там. Была у него девушка там. Не было у него девушки тогда. Вот. Понимаете? В чем... Тонкость. Тонкость. Конечно, если вы ему напишете вот сейчас... Да. Конечно, он... Как бы, ну... Вам ответит, скорее всего. Конечно, конечно, будет там, ну... Будет... Какая-то связь с... Ну, с его стороны. Будет связь. Безусловно. Но момент-то в другом. На самом деле. Момент другой. Зачем вам эта связь нужна? Сможете ли вы доверять человеку? После того, что он сделал... Вам. Вам. Сможете ли вы ему доверять? Вот какой момент. Ведь если он поступил так... С вами. Значит, ну, есть вероятность большая. Что... Серьезные отношения ему не нужны. Сильно. Либо так, как это нужно вам. Ему это не нужно. И зачем тогда? Чтобы опять страдать? Может быть, вы... Просто... Ну, может быть, у вас просто... Есть некая потребность, которую вы пытаетесь удовлетворить. Таким образом. Ведь ведь же почему-то скучаете. Вот. Ну, вас... Вас... Что-то заставляет скучать. По нему. Вот. И попробуйте на эту тему поразмыслить. Тоже. То есть, если вернуть... Если... Дружбу... Да... Если... Дружба, то... Зачем? Чего вы конкретно ждете от... Этой дружбы? Например. Что вам нужно? Вот. Что изменилось? Что вам движет? Двигало и движет. Вот. Ого. Подумайте. Обо всех этих моментах. Подумайте. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.